Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня буду играть в продолжение игры. Нарисую стикмана, в которой я нарисовал пони радугу и бонстика желтопуза. Желтопуз превратился в какого-то ужасного чудовища, он теперь мой враг, его нужно остановить. Возможно для того, чтобы превратить в нормального желтопуза моего друга, которого я нарисовал для себя. Итак, сейчас глава называется Бесплодная земля. Это второй этап, вторая глава. И сейчас пони радуга будет пытаться найти, спасти желтопузика. Итак, мы появились, у меня 4 жизни, а я попал в какие-то рудники. И вот я вижу новый карандаш. Берем карандашик новый. Нарисовать кирку. Отлично, сейчас у нас уже прям Майнкрафт начинается. Мы можем нарисовать кирку. Я вот взял, есть такая, видите, под стрелочкой, такой как бы образец. И по нему вот просто можно его разукрасить, эту кирку, особо не стараясь, все равно у вас не получится ровненько. Ну, как бы сделаем такую ручку и вот так. Ну, по-моему, похоже на кирку. Хорошо, берем этот инвентарь. Кирка готова. И теперь мы можем разбивать камни. Это замечательно. Все, ребята, я теперь в Майнкрафт буду играть. Так, пишет, что, короче, я могу выложить свой рисунок и за это мне какой-то подарок дадут. Ну, давай. Не хочу ничего вкладывать. Хочу только сам пользоваться своим красивым рисунком, своей радугой и желтопузиком. Итак, разбиваю всякие камушки, смотрю, что тут есть под ними. Пока ничего нету. Привет, шахтер Рен. Что ты хочешь? Давай вместе. Тыщ, тыщ, тыщ. Давай, давай, вот так вот. Ну, помогай мне. Чего стало? Да? Может, на тебе мою кирку сам? Нет, давай вместе. Тыщ, тыщ. Ух ты. Ага. У меня тоже получилось. Мы разбили огромную стену и нашли. Нашли такой маленький хомячок, попался нам. Привет, хомячок. Хм. Отлично. Кто это такой, кстати? Ты нашел своего первого колора. Ух ты. Собери больше колоров, чтобы добавить новые цвета к своему альбому. Отлично, я понял. Чем больше мы таких пух настиков собираем, колоров, тем больше у нас цветов для того, чтобы рисовать новые рисунки. Ну, это замечательно. Я думаю, как можно больше собрать таких хомячков. Кстати, на прошлом уровне я тоже видел такого хомячка, но, к сожалению... О, кстати, там же был... Ты какой-то кристалл. Там же был к нему ход именно из таких глыб. Возможно, я теперь уже могу разбить те камни и спасти этого колорчика. Что здесь происходит? Я хочу рыбачить, но тут не могу. На тебе. Вау, пазлик. Или кусочек книги. Что это такое? Берем его. В общем, берем. Ты молодец. Возможно, рыба скоро вернется. Я рыбаку Василищу помог. Ты нашел первый кусочек? Ага, таки пазл. Помог ему. Теперь он может порыбачить в этом маленьком озере. Правда, там нету рыбы. Ну, это уже второй вопрос. Так, исследователь или химик, как я ее называю, Нэнси хочет сказать, что ей нужно какой-то сделать раствор, который будет вот эти серые камни разбивать. Ну, хорошо. Замечательно. Давай поищем. Я, кстати, видел где-то эти элементы. Кристаллики, которые тебе как раз надо. Так, оживляем дерево. Ну что, пошли? Пошли. Пошли искать. Пошли, пошли. Побежали. Побежали. Вот один, смотри, есть. Кристаллик. Есть. Хорошо. Идем дальше искать. Так, где-то я тут видел. Где-то я тут видел. Так, зеленый есть. Динамит. Интересно, как это работает. Тут явно что-то нужно дорисовать. Давайте дорисуем. Дорисуем. Что мы можем дорисовать? дорисуем вот такую штучку и нажмем на нем. Ну, нажимаем. Ничего не произошло. Какой-то провод, наверное. Ну ладно. Так, что здесь? Какое-то дерево упавшее. Ну, что-то. Ничего не происходит. Ладно. Берем кирку и идем дальше. Так, нам надо еще два кристалла где-то найти. Для Нэнси. Тыщи-тыщи. Так, красный кристалл нашел. И... Слушай, я же тебе ее уже разбивал. У тебя опять камень упал, что ли? Васильич. Что такое? Так, ищем последний... Вот, есть. Отлично. Ура! Следуй за мной. Хорошо. Подожди меня, я тут еще погуляю немножко. Так, 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 так. Да, возможно, конечно, может и появится. Можно искупаться. Так, а где же желтопузик-то? На этом уровне я его уже не вижу. На прошлом уровне он с каким-то карандашиком был на горе. Но я к нему никак не мог добраться. Так, что-то уже нахимичило наша Нэнси. И несет этот раствор. Ну, давай, Нэнси, наливай. Ага. Теперь она просто превратила их в такой камень, который я уже могу разбить. Замечательно. Разбиваю камушки, и она забирает свою шестеренку. Не знаю, зачем она ей надо. Ну, ради бога. Главное, что она мне помогла, я ей помог. И теперь все довольны. Ну, зачем тебе это надо было? Спасибо. Что, все? Просто спасибо? Ну, ладно. Идемте в проход, который у нас появился. Куча камней, можно их разбивать. Тыщ, тыщ. Ой, этот камень шевелится. Замечательно. Какая-то черепаха. Ой, она еще кусается. Да ну, не буду ее трогать. Что я с такими дружить с черепахами? Так. Я ищу. Может, что-то все-таки спрятано. Но не может быть, только просто этих камней разбросано. Тык, тык, тык. Надо все перебить. Надо найти. О, о, ой. Ты что? Ты, эй. У меня подпалил. Вы видели? Еще себе. Нет, я его боюсь. Нет, не хочу к тебе подходить. У него огонь изо рта. Правда, какой-то чернильный огонь. Но жжет не по-детски. Так. Иди ко мне. Что-то эти булыжники не хотят ходить. Давайте вот так попробуем. Ну-ка, черепашка. Что? Опять ничего не происходит? Ну ладно. Какая-то черепашка бессмертная. Я ей уже и дерево нарисовал. И все равно ничего не произошло. Она как лежала, так и лежит. Ой, ой, ой. Что ж за мир такой? Какие-то булыжники агрессивные. Ого, ой. Чего себе? Три штуки. Как вас обойти? Так, надо бежать отсюда быстрее. Что ж такое? Опять меня подпалили. Так, хватит. Хватит. Мне надо идти. Ту-ту-ту-ту. Быстрее, быстро. Ой. Ничего себе чудище какое здоровое. Все, ладно. Я не трогаю. Ой. Крысы, да что ж такое-то, а? Нигде пройти нельзя. Одни враги кругом. Так, все. Делаю деревья и сейчас будем выманивать вас. Крысы-то я точно знаю, что от деревьев погибают. Иди ко мне, иди ко мне. У меня полтора сердечка осталось, поэтому я очень хочу аккуратненько, чтобы, не дай бог, не закончить свою жизнь раньше времени. Ну, ну. Ой. Фух. Так, сердечко отлично пополнил. Теперь уже два с половиной сердечка. Ку-ку. Теперь им уже не так страшно. Уже можно раз, чтобы он не укусил. А ну-ка. И на лежачую палку к листочке не вешается. Так, а на это дерево. Давайте его и пошел. Видите, но это... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Порубает. А ну-ка. Не? Надо еще его заманить. Что там? Голову моешь, что ли? Эй, красеныш, иди сюда. Цып-цып-цып. Смотрите, идет и за него грязные следы. Такое впечатление, что он, собственно, вы сами поняли, что делает. Так. Тут у нас завал. Берем еще, на всякий случай, сердечко. И теперь рисуем деревья, чтобы вот эти чернильные пятна удалить отсюда. А потом уже будем разбивать эти камни, если они нам будут мешать. Так, берем кирку. Тыщ, тыщ. Короче, рудники. Так. Так. Все. Вот сделали. Ну, вот, собственно, и мы пришли опять к самому концу. Тут опять сверху, как видите, замочек, который я не могу пока открыть без специального карандаша, который на первом уровне, как вы помните, желтопус держал в руках. Да, вот такой вот именно карандашик. Окей, конец уровня. Я так понимаю, что вот уже последний достающийся элемент книги. И мы прошли вторую главу. Вот такая вот интересная глава. У меня теперь появилась кирка. Я не нашел один пазл, не нашел сердечко. Думаю, что это все в другой раз найду. А на этом у меня все. Ставьте лайк, кому понравилось. И пишите, хотите ли вы видеть продолжение. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok